Добрый вечер на РБК региональные новости. Мы вещаем из отеля Краун-Плаза Уфа в студии Маргариты Гафарова. Семьям с детьми предложили единовременно выплатить по 4000 рублей на каждого ребенка школьного возраста. Соответствующим предложением выступило региональное отделение КПРФ. На сегодняшний день в республике насчитывается 500 тысяч детей. Для единовременной поддержки потребуется выделить порядка 2 миллиардов рублей. Инициаторы проекта предлагают направить средства из республиканского бюджета, поскольку профицит по итогам первого полугодия как раз составил 2 миллиарда. Предложение просят рассмотреть экстренно, чтобы произвести выплаты уже в августе. Руководитель фракции КПРФ Башкортостана Юнир Кутлугужин подчеркивает, что инициатива связана с высокой инфляцией, которая поставила большинство семей республики в трудное положение. Мы убедились в том, что цены на школьные формы и канцелярские товары повысились резко. 1,98 миллиарда рублей составил профицит бюджета. То есть эти деньги не использованы. Эти денежные средства, около 2 миллиардов рублей, направить на поддержку родителей для подготовки наших детей к учебному году. Политологи скептически относятся к предложенной инициативе. Основными доводами против называют неопределенность в экономике и потенциальный разгон цен на школьные товары. Цель простимулировать потребительский рынок, она, в общем-то, позитивная. Потому что мы сегодня видим, что на этот рынок сегодня выходит очень много отечественных производителей. Эти деньги, они все равно пойдут в экономику. Они все равно пойдут в развитие тех производственных процессов, которые уже есть. Но будет ли это все покупаться республиканского производства или производства других регионов, это большой вопрос. То есть если этот финансовый поток весь уйдет на поддержку производителей других регионов, то, конечно, для российской экономики это будет хорошо, а для экономики республики будет не очень. Накануне прокуратура республики начала проверку фактов завышения розничных цен на школьную форму и канцелярские принадлежности. Поводом стала информация о спекулятивном повышении стоимости на эти товары перед началом учебного года. 300 оборудованных площадок на 3800 мест для уличной торговли созданы в Башкортостане. Об этом сообщает региональный Минторг. Площадки предоставляются бесплатно для продажи овощей и фруктов, выращенных на собственных участках. Наибольшее число оборудованных мест для уличной торговли насчитывается в Уфе 570. Следом идут Бирский район и Стерлитамак 380 и 200 мест соответственно. Предполагается, что такие бесплатные торговые точки поддержат население. По поручению главы республики Башкортостан нами совместно с муниципалитетами отработан механизм предоставления торговых мест для жителей нашей республики с целью реализации своей собственной продукции. На сегодня в муниципалитетах создано порядка 300 площадок, на которых создано 3700 торговых мест, где каждый житель республики бесплатно, без аренды, может реализовывать свою продукцию, вырешенную на своих собственных приусадебных участках. Напомню, ранее глава республики обвинял глав муниципалитетов за взимание арендной платы при пользовании бесплатными местами для торговли. Он потребовал отменить эту практику. Фонд развития территории достроит 39 домов и выплатит денежные компенсации обманутым дольщикам еще 38 долгостроев. Решение было озвучено в ходе совещания главного управляющего директора фонда Константина Тимофеева с главой республики Радием Хабировым. Реализация этих проектов позволит почти полностью решить проблему с долгостроями. На начало этого месяца в республике насчитывалось 80 таких объектов. Ранее президент страны Владимир Путин поставил задачу решить вопрос обманутых дольщиков до конца следующего года. Эксперты считают, что в республике удастся решить проблему вовремя за счет внедрения эскроу-счетов и поддержки федерального фонда. Тема обманутых дольщиков, она как была актуальна, так и остается. Единственная разница в том, что сейчас, еще раз повторюсь, возникают процедурные моменты и возникают сложности в реализации тех или иных планов, которые были намечены. Разрешение проблем пострадавших граждан в нашей республике в большинстве своем поспособствовало участию федерального фонда в решении большинства проблем. В Башкортостане для обманутых дольщиков на данный момент строится 33 дома. Стройку еще 39 начнут в ближайшее время. Также с начала действия программы компенсационных выплат 2800 пострадавших в республике получили компенсации на 6 миллиардов 700 миллионов рублей. Еще порядка 500 человек могут это сделать. УЗМИК требует обязать мэрию УФЫ выдать разрешение на возведение двух домов в жилом комплексе Веденеевский на улице Пархоменко. Компания хочет признать незаконным решение об отказе в выдаче прав на строительство. Причины этого называют дефицит школ и детсадов в квартале. Арбитражный суд республики назначил рассмотрение дела на сентябрь. В высковых требованиях УЗМИК пояснил, что прикладывал заключение результатов инженерных изысканий, а также уведомлял мэрию о желании начать проектирование образовательного центра, но после получения прав на строительство дома. Последние, по данным коммерсанта, ответили застройщику, что готовы вернуться к рассмотрению вопроса о выдаче разрешения на строительство дома только после обеспечения потребителей образовательными учреждениями. Что касается настоящего дела, то оценить перспективы сложно, не зная всех материалов, но из того, что мы имеем, могу сказать, то есть считаю, что у застройщика есть неплохие шансы на победу, но и также у администрации есть контраргументы, ввиду того, что здесь один из фигурантов был признан виновным по статье в коммерческом подкупе, то есть пытался дать взятку, и это, конечно, негативно влияет на общее реноме застройщика по данному объекту. Всего в ЖК Веденеевске планируется возвести 18 домов на площади 21 гектар. Два из них уже готовы к заселению, еще три будут сданы в этом году, указано на сайте жилого комплекса. Стоимость однокомнатных квартир начинается с 6 миллионов 300 тысяч рублей, двухкомнатных от 8 миллионов 300 тысяч и трехкомнатных от 12 миллионов рублей. В Уфе возобновили работу еще три ресторана сети «Вкусно» и «Точка». Два кафе открылись на проспекте «Октября» и одно на улице Боязито-Бигбае. Появление остальных филиалов было запланировано 9 августа, но по техническим причинам возобновление работы перенесли на несколько дней. Точки общепита будут работать по прежнему графику, сообщается на официальном сайте сети. Напомню, 10 июня компания закрыла все рестораны на ребрендинг, произошло это после того, как «Макдональдс» заявил о своем решении покинуть российский рынок. Первое кафе с новым названием открылось 18 июня на улице Ленина. Напомню, американская корпорация «Макдональдс» продала свой бизнес в России бизнесмену Александру Говору, который является учредителем компании «Гид». Фирма управляет 25 ресторанами. Условиями продажи заведений стало то, что они будут работать под новым брендом, а рабочие места должны сохраняться за действующим персоналом минимум два года. 92 миллиона рублей дополнительно требуется, чтобы достроить комплекс сооружений для грибного слалома. Причина – удорожание строительных материалов. Запрос с целью выделения дополнительных средств уже направлен в Министерство спорта России. На данный момент готовность объекта оценивают в 19%. По словам министра спорта Республики Руслана Хабибова, величина удорожания комплекса составляет около 20% от изначальной стоимости. Однако большая часть средств на строительство грибного канала, порядка 250 миллионов, привлечена из федерального центра. Буквально недавно мне удалось доложить о том, как строятся наши объекты на одном из форумов Дмитрия Николаевича Чернышенко, где он как раз попросил Министерство спорта сделать все и поддержать Республику, чтобы строительство не остановилось. Это очень важно. То есть все проекты, которые мы начали, всю стройку, которую мы сегодня начали, необходимо довести до логического завершения. Башкортостан занимает второе после Москвы место в рейтинге регионов по количеству спортивных сооружений. Помимо грибного канала в Республике должны появиться центры борьбы и фехтования. У меня на этом все. Я с вами прощаюсь. Хорошего вечера.